Октябрьская библиотека номер 2 имени Николая Жарнакова представляет Самый загадочный американский писатель Эдгар Аллан По повлиял на творчество таких знаменитых литераторов, как Жюль Верн, Артур Конан Дойл, Агата Кристи и многие другие. Его произведения ценили и маститые критики, и простые читатели. Однако биография самого писателя подчас не уступала таинственной и зловещей атмосфере созданных им новелл. Жизнь создателя формы классического детектива и жанра психологической прозы с самого начала не была легкой. По родился 19 января 1809 года в Бостоне в актерской семье. У него была асимметрия лица, последствия родовой травмы. Писатель всю жизнь не мог двигать левой стороной лица, поскольку просто не чувствовал ее. Через год после его рождения отец ушел из семьи. Еще через год его мать, актриса Элизабет Арнет Хопкинс По, умерла от туберкулеза в 24 года на пике своей карьеры. Маленький мальчик, оставшийся без родителей, приглянулся жене Джона Аллена, богатого табачного торговца из Ричмонда. Он взялся опекать Эдгара, но не усыновил официально, как отпрыска особь сомнительной профессии. Мальчик сопровождал Чету Алланов в их длительном путешествии в Англию, где и закончил школьное обучение. Интересно, что интерес к мистике появился у По именно в школе и способствовал этому учитель математики. На уроках класс ходил на кладбище и занимался вычислением, используя могильные надгробия, на которых были выбиты даты рождения и смерти. Алланы вернулись в Америку, чтобы Эдгар мог получить образование в Виргинском университете, как это было принято в лучших семьях Ричмонда. Здесь-то и появилась дурная наследственность По, которой все время опасался Джон Аллан. Подросток абсолютно не интересовался табачным экспортом, а писал стихи. Кроме этого, в первый же учебный год он умудрился пристраститься к алкоголю, карточным играм и наделать кучу долгов. Аллан отказался их платить и забрал Эдгара из-за университета. В 17 лет молодой поэт публикует дебютный сборник «Тамерлан» под всевнонимом «Житель Бостона». Дебют оказался провальным, никто не обратил на него никакого внимания. И это не остановило будущего отца детективного жанра. Он много пишет, редактирует газеты и журналы и в 1833 году побеждает на литературном конкурсе с рассказом «Рукопись, найденная в бутылке». Первая и единственная жена Эдгара По, Вирджиния, была сильно младше его. На момент женитьбы ему было 26, а его избраннице только 13. Вирджиния приходилась По двоюродной сестрой. Свадьба состоялась в сентябре 1835 года. Стоит отметить, что писатель странным образом зависел от самочувствия и настроения жены. А в 1847 году Вирджиния ушла из жизни, и писатель впал в затяжную депрессию. Она умерла в том же возрасте и от той же болезни, которая унесла жизнь его матери. В рассказах Эдгара По юные барышни умирают с завидной регулярностью. Возможно, именно трагедия, случившаяся с его матерью и сделавшая его сиротой, а также борьба жены с болезнью и смертью, повлияла на многие произведения писателя, как поэтические, так и прозаические, где в качестве главной героини появляется молодая, умирающая женщина. Например, Аннабель Ли, Ворон, Лигея. В своем интересе к этой теме По признавался в эссе «Философия творчества». Эдгар По – король мистификаций, и поскольку в своих рассказах небылицах он много внимания уделял техническим подробностям, то читатели верили ему безоговорочно. Так, новелла «Приключения с воздушным шаром» была опубликована в разделе «Экстренные новости газеты The New York Sun». В субботнем утром, когда новость была объявлена, толпа на площади вокруг редакции Sun буквально осаждала здание. Вход был заблокирован, невозможно было войти в редакцию или выйти из нее от восхода и до примерно двух часов пополудни. Мне не случалось наблюдать подобного ажиотажа вокруг какого-либо издания. Лишь только первые газеты появились, их раскупили, соглашаясь на любую цену. Весь день я тщетно пытался раздобыть себе экземпляр. Было весьма забавно, однако, слышать комментарии тех, кто прочел экстренное сообщение. Рассказывал Эдгар По в письме в редакцию другой газеты Columbia Spy. Так что же случилось? Все просто. Писатель опубликовал одну из своих вымышленных историй, сюжет которой подсказал ему известный в то время воздухоплаватель Джон Уайс. Под кричащим заголовком «в нужном месте», снабдив множеством пропадоподобных деталей. Газетные утки в то время только вошли в моду и не считались зазорными. Даже сегодня не каждый знает, что такое конхеология. А уж в XIX веке об этой науке слышали лишь единицы. Тем не менее, когда Эдгар Упо предложили написать книгу о морских раковинах, опираясь на консультации заказчика, литератор согласился. Первая книга конхолога или «Система меловой мелокологии» вышла в свет в 1839 году. Автором значился только По, и это послужило поводом для скандала. Писателя обвинили в плагиате. Он якобы просто отреферировал аналогичный труд, вышедший шестью годами ранее. Однако в письмах литератор утверждает, что в свой труд он включил множество новых видов. Разумеется, Эдгар Упо не был специалистом по ракушкам, но тема моря его очень интересовала. Единственный оконченный роман по «Повесть о приключениях Артура Гордона Пима» рассказывает о дальнем плавании. Ранее он обращался к этой теме в рассказе «Рукопись, найденная в бутылке», а в 1841 году – «В низвержении в Мальстрем». Исследователи творчества писателя считают, что во всех морских произведениях автора путешествие символизирует процесс самопознания. Легендарное произведение «Рассказ «Золотой жук»» был написан во время моды на криптографию. Несомненно, По знал об этом и не только подарил своим читателям историю на актуальную тему, но и способствовал развитию криптографии в дальнейшем. В «Золотом жуке» писатель создал простейший код, который разгадал его герой, а после публикации рассказа в одном из журналов предложил читателям присылать ему свои собственные шифры. Большинство людей знают об Эдгарепо и о его влиянии на литературу, но мало кто знает о его влиянии на космологию. «Эврика» – последняя книга, вышедшая при жизни писателя. Основоположник современного детектива и современной научной фантастики в 1848 году написал удивительную, парадоксальную философскую космогоническую поэму. В ней, как и в других произведениях, взаимодействуют вымысел и факты, невероятное превращается в правдоподобное. Могущественная магия правдоподобия, действующая в Эврике, где в момент интуитивного озарения всего лишь исходная точка аналитических рассуждений автора, помогла приблизиться дилетанту в науке Эдгару Аллану По к решению загадки, многие века мучившей целое поколение философов и ученых, вопросу происхождения Вселенной. Во времена По общепринятой была концепция, согласно которой Вселенная представлялась стационарной во времени и бесконечной в пространстве. И о гипотезе Большого Взрыва еще не было и речи. Именно По стал первым человеком, заговорившим о Вселенной, как о совокупности звезд, возникшей из некой единой и уникальной первочастицы, в какой-то момент разделившейся на несчислимое, но конечное множество элементов. Так, благодаря интуиции и логике художника, стало возможным открытие так называемых черных дыр, и дано первое правдоподобное объяснение фотометрического парадокса Олберса. Свою книгу Эдгар По назвал произведением искусства, а не науки, но при этом считал ее величайшим откровением, которое когда-либо слышало человечество. Повесть о приключениях Артура Гордона Пима считается одними самых спорных и загадочных произведений писателя. Главный герой повести оказывается на корабле, на котором произошел бунт матросов. После жестокой резни в живых остаются четверо, запасы провизии во время шторма смывают в океан. Доведенные до отчаяния голодом, Пим и два его товарища убивают и съедают четвертого. Жертвой становится человек по имени Ричард Паркер. Но вот поворот, который восхитил бы самого автора, известного мастера ужасов. Спустя 46 лет после того, как книга была издана, из Англии в направлении Австралии отплыла яхта. По дороге небольшое судно попало в сильный шторм и было повреждено. Ящик с провизией оказался за бортом. Яхта с четырьмя членами экипажа дрейфовала 16 дней. Похоже, голод и жажда сломили людей. Чтобы выжить, они решили убить и съесть одного из своих товарищей. Имя несчастного Ричард Паркер. В 1848 году железнодорожный рабочий Эфиниас Гейдж перенес черепно-мозговую травму в результате того, что металлический пруд прошел насквозь через его голову. Чудесным образом ему удалось выжить, но его личность изменилась до неузнаваемости. Изменения в его поведении были тщательно изучены и позволили медицинскому сообществу прийти к пониманию того, какую роль играет лобная доля в социальном познании. Но за десятилетия до этого Эдгар По каким-то неведомым образом уже понимал, что синдром лобной доли вызывает глубокие изменения в характере человека. В 1840 году он написал в свойственной для себя манере жуткий рассказ под названием «Делец» о безымянном рассказчике, который в детстве перенес травму головы, что привело к его регулярным и навязчивым жестоким социопатическим вспышкам. Знаменитый невролог Эрик Альшулер был изумлен, прочитав «Дельца» и сравнив описание автора с реальной практикой. «Существуют десятки симптомов, и познал каждый из них». В этом рассказе описано все. Мы вряд ли узнаем что-нибудь еще. Все настолько точно, что просто странно, словно у него была машина времени. Обстоятельства смерти Эдгара По были настолько странными и непонятными, словно сам автор написал сюжет своей последней детективной истории. Поклонники творчества писателя видят в них еще больше мистики, чем в его рассказах. Среди причин внезапной гибели писателя называли алкоголизм, передозировку наркотиками, кровоизлияние в мозг, бешенство, опухоль мозга, холеру и прочее. Что же случилось на самом деле, доподлинно неизвестно до сих пор. 28 сентября 1849 года Эдгар По приехал в Балтимор. Через несколько дней его обнаружили на улице, в полубезумном состоянии, в чужой грязной одежде. Он бредил, выкрикивал имя Рейнольдс, отказывался от пищи и воды. Писателя доставили в больницу, где он и скончался 7 октября. Рассудок к нему так и не вернулся, поэтому достоверно неизвестно, где же он был и что с ним происходило с 28 сентября по 3 октября. По свидетельству врачей, реакция мистера По на окружающую среду была неадекватной, его глаза были лишены жизни. Вскрытие не проводили, а причиной смерти написали воспаление мозга, что на азоповом языке того времени означало алкогольное или наркотическое отравление, либо неустановленную причину. Сразу после смерти писателя, его дни и други начали распространять слухи об алкогольной интоксикации, но врачи опровергли эту версию. Дело в том, что Эдгар По действительно злоупотреблял спиртным и страдал патологическим опьянением. Ему было достаточно пары бокалов мина, чтобы потерять над собой контроль. 3 октября 1849 года, когда нашли Эдгара По в Балтиморе, там проходили выборы. А в те времена бродяг подбирали на улицах, поили спиртным и заставляли голосовать по несколько раз за нужных кандидатов. При этом их переодевали, чтобы выдавать за разных людей. Это могло бы объяснить и чужую одежду, и черепно-мозговую травму. Но в момент доставки Эдгара По в больницу, врачи не обнаружили следов алкогольного опьянения. Эдгар Аллан По был похоронен в Балтиморе. На его могиле не было установлено надгробие. Только через полгода двоюродный брат писателя заказал памятник. Однако его не успели установить. Готовый к установке памятник уничтожил сошедший с рельсов поезд, протаранивший кладбищенский склад. В 1875 году останки Эдгара Аллана По были перезахоронены на том же кладбище, а новый памятник установлен на деньги от пожертвований. При этом, по легенде, каждый год в день рождения литератора к его могиле приходит загадочный незнакомец в черной одежде. Его лицо скрыто под шляпой и темным шарфом. Подходя к могиле, незнакомец произносит тост, а уходя, оставляет у надгробия три розы, бутылку коньяка и записку. Так продолжается более 70 лет, рассказал исследователь паранормальных явлений Джордж Гордон Мелтон. Никому не удавалось поговорить с этим незнакомцем. Он будто призрак, появляется из ниоткуда и также внезапно исчезает. А однажды, после него, у могилы По нашли записку со словами «Я помню о тебе». Субтитры создавал DimaTorzok